здравствуйте друзья сегодня я без дежурной футболки в рубашке ну просто пригласили на одно мероприятие поэтому нужно быть smart casual да и тема сегодня такая которая хотелось бы поговорить без стёба достаточно серьезно грустная тема тема по земле много уже было сказано по поводу того можно продавать землю нельзя а глупости того что сравнивать землю как товар например с квартирой тоже говорили много поскольку квартиру новую можно построить дом можно построить новый землю новую построить нельзя поэтому очень даже много племен скажем так колонизированных белыми не продают землю продается что угодно кроме земли и только в украине решили почему-то устроить распродажу земли но сегодня я хотел бы раскрыть эту тему чуть-чуть по-другому раскрыть все иезуитство истории о том что это якобы рынок якобы свобода свобода распоряжаться тем чего по большому счету многих из вас нет но начну с семейной истории по материнской линии мы были в свое время куркулями из полтавы бабушка рассказывала как прабабка носила золотые монеты и огромный золотой крест подоле у меня загорались глаза я спрашивал так где где же наше золото бабушка без эмоций и сожалению отвечала когда был голод обменяли на хлеб и выжили для меня это был шок килограмм из золота обменять на пару буханок хлеба но это позволило выжить и вот история вновь повторяется но уже более грандиозном масштабе сотни тысяч селян доведены до нищеты работы нет социалка нищенская закупщики ставят копеечные тарифы на все а тарифы на коммуналку заоблачная а в подоле в подоле квадратные метры земли конечно и хотят продать и покушать пожить хоть пару лет перед смертью хоть на похороны собрать а вот зелень служанской называет это свободой распоряжаться землей слышать свободы какая лицемерная издевка довести до скотского состояния загнать в долги а потом навязать свободу в кавычках распоряжаться землей в пользу скупщика естественно стервятника заморского а ведь все это уже было тогда правда это принесли столь ненавистные нашим декоммунизатором совьеты называлось новшество тогда торг с ним торговля с иностранцами когда нужно было собрать огромные деньги на индустриализацию они создали невыносимые в свое время условия и люди понесли в торг син все по смешным ценам таким образом практически все валютные ценности сохраненные после революции 17 года в годы гражданской войны и накопленные при нете были получены для осуществления планов индустриализации за счет их изъятия у населения большая часть выручки была получена в годы сильного голода 32 33 года торг син принес государству около двухсот восьмидесяти миллионов золотых рублей для сравнения экспорт произведения искусства осуществлявшийся в те же годы дал всего лишь 20 миллионов золотых рублей справка торг син это всесоюзное объединение по торговле с иностранцами советская организация занимавшийся обслуживанием гостей за рубежа и советских граждан имеющих валютные ценности золото серебро драгоценные камни предметы старины наличную валюту которые они могли обменять на пищевые продукты или другие потребительские товары создана в июле 30 года а ликвидирована в январе 36 вот лишь некоторые свидетельства торг синь и зачитаю их на украинском языке уряд позбавивши перед цим селян хліба та будь-яких засобів до існування змусив їх купувати цей же насильно вилучений у них хліб за так зване побутове золото кільця сережки інші прикраси на тільні хрестики тощо і таким чином вишукати внутрішні резерви надходження валюти система торгсину скуповала у населення золото за ціною набагато нижче ніж воно каштувало на світових біржах вироби приймались як брухт брухт золота обручки чи сережки оцінювалися у торгсіні за ціною 100 грамів хліба чи крупи а на кінець існування цієї контори 36-му році в українців були тотально вилучені всі золотовалютні цінності керівник торгсіну Артур Сташевський покладав на агентів торгсіну конкретні завдання вилучення у голодуючого на севене золота валюты інших цінностей ну тут вместо послесловия знаете сегодня те кто с помпой строят парк голодомора в Киеве и пафосно пишут новые учебники по истории с маниакальной точностью копируют тех кто привел к тому самому голодомору но я хочу заметить что все неизбежно возвращается на круги своя и уже нашим детям нужно будет перестраивать этот парк голодомора и на черной стене писать фамилии и слуг и Порошенок и неолибералов и млада компрадора чтоб Николы знову кстати те же самые совьеты хоть на индустриализацию собирали и такие и воплотили теперь компрадорам есть что грабить и распродавать а новые а новые занимаются де-индустриализации и грабят здравствуйте друзьям и сегодня вот этот умный маленький зверек который читает интернет рассказал мне о новой свежей и яркой инициативе зеленского по поводу отъема ваших денег которые вы скирдовали в свое время тихонечко от государства в наличке складывали где-нибудь матрасик вот зверек мне говорит что зеленский решил потрусить вас товарищи вынуть ваши матрасики да еще и налоги чтобы за это заплатили идея заключается якобы в легализации денег которые вы подло-подло наскирдовали себе в отрыве от государства представляете государство так за вами гонялась а вы каким-то хитрым образом умудрились собрать деньги невзирая на все усилия государства и это государство теперь хочет посчитать сколько у вас денег если вы не признаете сколько объявить все остальные деньги незаконными у вас заставить понести их банк чтобы вы за это еще и пять процентов заплатили друзья а теперь с помощью одного инструмента я вам на пальчиках расскажу что происходит инструмент этот называется вантус это вот с помощью вот этого вантуса сейчас с помощью тех цифр которые вам расскажу я прочищу мозги тем кто голосовал за тех кто сегодня хочет у вас из кармана вынуть ваши кровные деньги начнем сперва несколько цифр и общих данных которые позволят вам понять что происходит если вы откроете и декларации всех наших политиков включая прошлых и действующих если вы откроете декларации наших прошлых и действующих президентов вы обнаружите что у них огромные килограммы или тонны денег в наличке где-то хранятся то есть не в банке о чем это говорит это говорит о том что они не верят фейковой банковской системе которую они же здесь выстраивали и они же ей не верят но при этом зеленский хочет чтобы вы свои денежки достали и в банк то понесли отдали им ну хорошо идем дальше для того чтобы мотивировать вас хранить денежки на счету в банке они голосуют закон по которому вообще без никаких будут списывать напрямую деньги с ваших счетов если вдруг кому-то покажется что вы где-то задолжали за тарифы не хотите платить по тарифам а мы заберем с вас денежки что у вас не денежек на счету а значит ваша наличка незаконно быстро положили ее на счет чтобы мы могли ее оттуда просто так снять опачки знаете такой закон поздравляю он действует это знаете как свое время один товарищ полицейский главный рассказывал сначала подчинись а потом ускоржи вот так и тут будет сначала у тебя заберут деньги а потом ускоржи ускоржи а где же ускоржи в судах странно недавно президент обнаружил удивительный инструмент называется с нб о 95 знаете почему он его обнаружил потому что он вдруг понял что судебной системы нет и не ему она подчиняется а раз надежды на судебную систему нет нужно действовать волюнтаристки то есть диктаторский то есть через снб о 95 намекая вам посполитые что оскорживать то что у вас со счетов стянут вам будет негде и некуда более того еще и денежки за доступ правосудию вы должны будете заплатить ой немалые и еще не понятно сколько это затянется и какие денежки у вас того моменту вообще останутся отлично идем далее а далее наступает самое интересное буквально несколько дней назад удивительное заведение под названием нб у национальный банк украины разослал прекрасное письмо коммерческим банкам в котором обратил внимание на слова некого миха чаплыги анархиста дело в том что анархист приблизительно месяц орал и волал на каждом углу о великолепной схеме которые изобрели наши гениальнейший банкир схема ниппель и так друзья мы под x процентов рефинанса а что такое финанс напечатанные деньги которые он просто дают в нацбанке если у вас есть собственный банк приходите вот вы взяли и где-то намутили себе собственный банк ну вам нет а власть имущие могут намутили себе банк приходят такие нацбанк или дай мне денежек лет так на пять да под низкий то процент подставочку то учетную карантин знаешь ли бедствуем мы и дает им национальный банк денежку то под x процента очень низкие что делать товарищ банкир ну и мальчик товарищ банкир тут же идет к товарищу минфину а минфин говорит ой денежек то нам для бюджета надо красть то уже нечего денежек надо западные партнеры то наши жадничают не дают нам денежек даже под сумасшедшие проценты пирамиды маркарова всемирного казино украинского внутреннего долга поэтому уважаемые товарищи банкиры не хотите ли вы купить овгз пожалуйста под x умноженное на три процента подчеркиваю правой рукой в национальном банке вы берете под x процентов напечатанную гриву левой рукой вы покупаете овгз под x умноженное на 3 купили долговых обязательств государства подчеркиваю долговые обязательства государства гарантируются государством и поехали товарищи банкиры после этого куда правильно на сейшелы отдыхать потому что пока они отдыхают на сейшелах разница между взятым под x процентов нацбанке и купленными овгз x умноженное на 3 про на 3 растут их статки так сказать работать то нихрена не надо зачем x взяли x умноженное на 3 купили овгз легли спать получили бонус все не надо работать видите какая схема то гениально и пишет письмо национальный банк гады вы такие коммерческие то банки национальная банковская система имени гонтаревой живущая в лондоне и продолжательницы и и дела маркаровой уехавшись дип статусом сша навсегда очевидно да ну чтобы не преследовали очевидно за эти преступления пишет письмо такое вы знаете гады вы национальные банки национальная банковская система мы раскусили ваш подлый где замысел и товарищ анархист подсказал нам мы про оценили оказалось что почти 40 процентов 40 процентов денежек которые вы получаете вы вкладываете пирамиду овгз какая гениальная схема каждая вторая по сути гривна в наших банках вложено в овгз которая выпустил минфин взятая под денежки напечатанные нацбанком гениально а куда же они вкладывают оставшуюся каждую вторую гривну вы думаете в экономику и друзья мои не смешите мои тапки каждая оставшаяся вторая гривна высасывается собственниками и акционерами и связанными с банком особыми то есть грубо говоря товарищи которые этот банк сделали берут там кредит то есть вы бабки то понесли они оформили это форме кредита а может потом и выплатить не смогут бывает добывает и себя прокредитовали у них все в жизни хорошо вас жалко трушки не прокредитовали но это же вы в банке понесли денежки правда вот они каждую первую гривну вложили овгз легли спать да и получают просто космическую прибыль ничего не делая а каждую вторую гривну положили себе в карман под видом кредита и кредитует себе свои там чем там на на производство что-то еще вас не звали на этот праздник жизни отлично но что же такое овгз вот вложили да может быть это налоги они с этого хотя бы заплатить ну раз там на x процента взяли и x умноженные на 3 купили этих бумажек и собственно говоря вот на эту разницу и живем да может налоги хотя бы заплатить не друзьям и налог на вот эти махинации с овгз у нас 0 процентов 0 от слова ничего 0 но если вы понесете свои денежки в банк налог на ваши депозиты и прибыль вот которую получите с тех процентов несчастных пару копеек которым дадут составит почти 20 процентов гениально правда вы понесли денежки в банк что там пару копеек вам насчитали с барского плеча и обложили это процентом 20 процентов налогов а если товарищи банкиры каждую вторую гривну вложили просто в пирамиду вгз они заплатят 0 процентов налогов с этих сверхприбыли гениально не так ли а теперь вообще фишка друзьям и я напоминаю вам что у нас налог на дивиденды то есть на большой крупный капитал вот этих всех империалистов и как там этих капиталистов у них налог на эти дивиденды составляет аж пять процентов а на ваш труд то есть то что вы производите руками вот так вот человек вот это вот унитазы там чистите и так далее вот налог на ваш труд суммарно то что платит и работодатель и вы составит около 40 процентов то есть трудиться это заплатить 40 процентов налога а нихрена не делать и вот эти денежки перекачивать туда-обратный налог аж пять процентов на дивиденды а налог на выведенный капитал вообще отсутствует в нашем правовом поле гениально не так теперь друзья мы вы решили чуть-чуть поскирдовать денег получая их кассе предприятия учреждения установы они на карточку подбрали себе наличку и складывали откладывали откладывали потому что знали что эти банкиры ничего не вам не гарантируют максимум это вам на шесть тысяч долларов они скажут что вот сколько бы там не положили а вернем его максимум шесть тысяч все положите пожалуйста 10 4 мы вас умыкнем ну когда в очередной раз банк лопнет потому что никакой экономики у нас нет и вкладывать ему собственно я извините некуда вот великолепно то есть овгз свои они гарантируют государством в любых объемах и 0 процентов а ваши депозитики обложит еще 20 процентов податью да и гарантирует всего лишь 6000 баксов из того что вы туда положили гениальная схема не так ли при этом то что вы себе отложили это уже уплаченный минимум 40 процентов налогов которые с вас сняли а теперь появляется такой себе зеленский вуаля приходит зеленский говорит вы знаете что то вы в матрасе как наличку нас кирдовали а денежек то у нас не хватает на наши фейерверки в фермонтах то поэтому пожалуйста вся ваша наличка теперь объявляется вне закона а вы хотите ее узаконить на сбегом показали сколько у вас есть налички немедленно понесли его банк но именно там где мы гарантируем вам аж целых шесть тысяч баксов если ваши денежки сгорят и 20 процентов налогов с тех 40 которые вы уже заплатили за труд несите туда денежки а если у вас к нибудь там задолженности пожитых работ мы тут же немедленно обязательно спишем ваши деньги с ваших счетов а вы обязательно потом пойдете оскорживать по судам до которых нет поэтому извините а инструменты с до 95 не у вас какая не вдача кстати забыл уточнить за всю эту процедуру вы оказывается по мнению зеленского должны заплатить еще пять процентов налога ко всему но не гениально прекрасно я считаю что после того когда это все вступит в законную силу а именно к этому стремится офис магии простых решений зеленский там главенствующий в этом всем его депутатишки в ради я считаю что каждый сполна должен хлебнуть своего выбора прекрасные зеленские его слуги должен хлебнуть да это но я думаю что сколько минут интересно пройдет после того как он подпишет все эти свои гениальные инициативы после подписи и появлением нового президента который позовет всех на майдан уточнить что должно произойти в стране если разрывается ее главный общественный договор общественный договор в стране очень простой мы простые нищие закрываем глаза на то что эти все бывшие кровчуки и все после них и тут и так далее украли у нас заводы пароходы до тех пор пока они закрывают глаза на то что мы украли гаечки с этих заводов так вот если они вдруг захотят посчитать гаечки в наших карманах очевидно нам нужно будет посчитать заводики которые они попилили и черноморское это на пароходство до обласку и не только и многое другое очевидно что что-то наступает да вот я поэтому и спрашиваю сколько минут пройдет после того как они разорвут общественный договор и появление нового общественного строя в нашей стране вы себе представляете как расширится экспозиция лондонского музея средневековых пыток а если предложить людям проявить креатива национальность креативная по поводу того чтобы они хотели подарить слугам напоследок